Багдадский вор Сценарий Майлса Мэлсона, Илая Шабира Художник Винсент Корде Оператор Жорж Периналь Режиссеры Людвиг Бергер, Майкл Пауэлл и Тим Уэллен Композитор Микла Шроже Продюсер Александр Корда Редактор субтитров А.Семкин Не понимаю я людей, что с моря возвращаются Сурово море, но чиста вода в нем Это от того, что мало там людей И много миль подчас их разделяет Одни невзгоды море мне дарило И все же почему приходят с моря люди О, бедная земля, какой бы ты могла быть доброй Музыка О, бедная земля, какой бы ты могла быть доброй О, бедная земля, какой бы ты могла быть доброй О, бедная земля, какой бы ты могла быть доброй новости? Нет, господин. Умерла? По-прежнему спит? Все делаешь, как я сказал? Да, господин. А что слепой? Его нашли. Подайте ради Аллаха. Подайте ради Аллаха. Подайте ради Аллаха. Подайте ради Аллаха. Что? Твой пес на меня лает. Разве так отвечает на милосердие? Если оно фальшиво, как эта монета. Мошенник, вот ты кто. Разве слепой отличит настоящий от фальшивой? Мне это, увы, не по силам, чего не скажешь про пса. Выходит, пес может отличить плохое от хорошего. Убегись сам. Клянусь Аллахом, она фальшивая. Вот не знал. Ну-ка, псина, которая здесь поддельная. Эта собака была когда-то сборщиком налогов. Клянусь 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 К О, вы, кому дал зрение Аллах, в чьих прелесть мира отражается глазах, немного поделитесь с тем, пред кем не дивный мир, пред кем навеки тьма. Подайте ради Аллаха, подайте ради Аллаха. Приведи его ко мне. Помолись за меня. Меня зовут Халима. Я не знаю тебя. Люди не всегда знают своих друзей. У меня их нет. Отчего не верить тому, кто не говорит, а делает? У меня в доме ты поешь и отдохнешь. Все, что у меня есть, твое. За что мне все это? За твои молитвы. Так много за столь малое. Возьми меня за руку. Не нужно, мой пес видит за меня. Он дает мне больше, чем получает взамен. Как все собаки. КОНЕЦ Я не могу разбудить ее. Я знаю лишь одно, ее вылечит слепой. Он сможет сделать то, что не под силу вам, господин. Я заставлю его это сделать, а потом вышвырну. Но она любит слепого. По-твоему, детский лепет к саду любовь? Она еще не знает, что такое любовь. Я стану ее учителем. Бедный слепой, он еще несчастнее, чем ты думаешь. Этого не может быть. Наши лица открыты. А на моих глазах пелена. Как тебя зовут? Ахмат. Ахмат. Теперь тебе не придется просить подаяния и странствовать. Оставайся с нами. О, сладкоречивые. Я знаю, вы прекрасны. Но я не могу остаться. Я должен искать ту, кого я люблю и кого потерял. Даже зрячие нередко ищут любимые всю жизнь, но так и не находят. Оставайся. Здесь есть искусные лекари. Возможно, они вернут тебе зрение. Это был бы самый черный день в моей жизни. Ты говоришь загадками. Хотите знать разгадку? Слушайте. Жил-был царь, сын царя, потомок сотни царей. Богатство его было несметно, власть абсолютная. А этот пес был не пес, а юноша, который жил в Багдаде и пришелся по сердцу царю. Хотя он был тогда всего лишь воришкой. Нечего нюхать мою рыбу, оборванцы. Пошли вон. Или мне позвать на помощь? Держите вора. Держите вора. Держите вора. Царь Ахмад Сын Агбара, внук Гарун-эль-Рашида, великий, достославный властелин земли, защитник веры, слуга Всевышнего и повелитель всех людей, царь Ахмад. Царь Ахмад. Царь Ахмад. Увы, этим всесильным человеком был я. У меня было 365 жен, но в сердце моем не было любви. Имея 50 дворцов, я был бездомным, будучи богаче прочих, я был беднее последнего бедняка. Все мои желания исполнялись, но я успел их исчерпать. В своем огромном царстве я не мог найти для себя занятия, лишенные цели и стремлений. Потому что между мною и моим народом всегда стоял великий визирь Джафар. Еще одна казнь. За что его лишили жизни? Он рассуждал, мой повелитель. Разве рассуждать преступление? Для подданного совершенно непростительно. Людьми нельзя править, держа их в страхе. Люди злы. Их взор таит ненависть. На их губах ложь, в сердцах измена. Придет время, и вы поймете, великий царь, что люди уважают лишь три вещи. Плеть, которая хлещет, ярмо, которое давит, и меч, который разит. Власть и страх – вот что поможет вам завоевать весь мир. Нужно ли мне завоевывать мир? Тогда что вам нужно, мой повелитель? Что, если попытаться сделать их счастливыми? Счастливыми? Они глупцы и негодяи. Ваш дед когда-то в этом убедился. Последуйте его примеру. Как-нибудь ночью, под покровом тьмы, покиньте дворец и побродите среди народа. Загляните к ним в дома, слушайте. Наблюдайте и запоминайте. Сегодня же, Джафар, сегодня повелитель. Вот ваш народ, мой царь. Никогда еще я не был к нему так близок. Идите, слушайте, наблюдайте и запоминайте, мой царь. Хвала Аллаху, мудрому и милосердному. Сказывают, что жил в былые времена могущественный царь, повелитель армии, невольников и наемников, которому были подвластны время и люди. И жизнь земная казалась его подданным и рабам сущим адом. Что он говорит? Не знаю. Это он про царя? Помалкивай, кругом доносчики. В Багдаде нужно быть осторожным. Я не здешний. Так что можете сказать мне, о чем говорит этот старик? Нечто неразумное. Что когда-нибудь явится освободитель. Только глупцы и дети верят в это. Может ли это произойти, пока Ахмад на троне? И роптали они в тайне и казнили их на рыночной площади. Но один из мудрецов Багдада предрек им в утешение. Настанет час, и к вам явится освободитель. Вы будете выискивать его среди облаков, а он окажется еще беднее, чем вы. И люди закричали, где же еще нам его высматривать? Если великий и бессильно нам помочь, справится ли с этим маленький человек? И ответил толкователь Млечного Пути, веруйте, веруйте в Аллаха. Ибо однажды в небесах вы узрите отрока, нищего из нищих, верхом на облаке, столь же прочном, как заснеженные горы. И оттуда с небес он поразит тирана стрелой справедливости. Как зовут тирана? Ахмад, Ахмад. Вот если бы чудо свершилось сегодня, и тирана бы не стало. Арестуйте его. Посадите в темницу. Если он назовет себя царем, объявите его безумцем. Его друзья и все, кто ему предан, должны быть уничтожены. Той ночью я понял, что злы не люди. Зло нес в себе он сам. Уговорив пойти к людям, он заманил меня в ловушку. Меня бросили в тюрьму, и именно там началась для меня подлинная жизнь, потому что я встретил того, кто стал мне единственным настоящим другом. Абу, багдадского воришка. Потому что за решетку попадают только мелкие воришки. Нет, нет, я не хочу в тюрьму. Вор! Отруби ему правую руку, потом левую, потом правую ногу, затем левую, а потом и голову. Нет! Нет, не убивайте меня. Я не хочу умирать. Нет! Я не хочу умирать. Завтра утром. А к этому безумцу великий султан Жафар оказался милосердным. Ему отруби сразу голову, как только взойдет солнце. Нет! 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 Бедная мальчуга, но у тебя помутился разум. У меня? А мне сказали, что безумен ты. Ты в самом деле свихнулся? Да. Должно быть, я и вправду помешался. Я безумнейший из всех безумцев, когда-либо живших во дворце султана. Ты впрямь умалишенный. Какая разница? Ведь утром, если только солнце вдруг не остановится, мы оба умрем. Вор и безумец. А я не хочу умирать. Ты не безумец. И может быть, мы еще увидим рассвет с другого берега реки. Ты слышал тюремщика, когда взойдет солнце? Когда взойдет солнце, мы возьмем лодку и выйдем в море. Я никогда не видел море, но слышал рассказы мореходов. Там есть рыбы величиной с мечеть и крошечные, как мой мизинец. Корабли размером с Багдад. Их паруса, как облака. И когда дует ветер, они мчатся, как антилопы. Ничего не стоит доплыть до Индии и Китая. Индия и Китая. Но мы в темнице. А на рассвете упадет топор. А говоришь, что ты в своем уме. Гляди, что это? Ключ от тюрьмы. Я украл его. Ключ? Дай сюда. Постой, постой. За тобой нужен глаз да глаз. Сейчас идти нельзя. Почему? Надо выждать. Через час у них начнется ужин. Потом они лягут спать. Тогда и двинемся. Скорей, хватай весло. Давай веревку. Надо торопиться. Хочешь, чтобы нас убили? Думаешь, они нас пощадят? Как знать, может, король и проявил бы милосердие. Царь глупец. Надеюсь, он страдает так же, как те, кто страдает из-за него. Как ты его ненавидишь? Его ненавидели все. Ох, попадис он мне. Уж я бы ему сказал, что он за идиот. Так говори. Я царь Ахмат. Давай. Царя Ахмата больше нет. Он умер вчера. Царь теперь Джафар. Гляди. Из-за меня Джафар не стал бы устраивать такое. За мной он не послал бы такую стражу. Смилуйся, повелитель. Я твой раб. Прости мне мои кражи, и я верну тебя вдвое больше в виде налогов. Как тебя зовут? Я Абу-вор. Сын Абу-вора. Внук Абу-вора. Самый несчастный из десяти сыновей, денный ношно, страдающий от голода. Встань, дружок. Мы возвращаемся в Багдад. Ты в своем уме? Я хочу сказать, господин может погибнуть. От мертвого царя и мертвого вора мало толку. Если твои пальцы так же быстрые, как твой ум, ты поистине царь воров. Надо поспеть на утреннюю переправу. Это путь к свободе. В свободе. Странно, у меня было все, кроме нее. А у меня не было ничего, кроме свободы. Что нам теперь делать с нашей свободой? Все, что угодно. Через три дня мы будем в Басре. Не будем терять времени. Толкай. 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 Моряком хочу я стать. В океане плавать. Шить, лудить, ходить за плугом. Было бы мне в тягость. Я хочу пиратом быть. Что в этом такого? Лучше нету ничего. Ремесла морского. Абу. Басра. Басра. Как она прекрасна. И как прекрасно пахнет. Блины. Да, не один. Да ты что? Кто же ест блины без меда? Мед не украдешь. Я достал блины, а ты займись медом. Мед. Мед. Кому мед? Мы не прочь купить медку. Кувшин. Кувшин? Если мед хороший. В Басре лучше нет. И все же надо попробовать. Я встречала получше. А ты что скажешь? Нет. Так себе. Твои пчелы были не в настроении. Лучше за ними ухаживай. Почтенный, чей это дворец? Как чей? Султана? Как можно этого не знать? Это дворец тысячи игрушек. Игрушек? Откуда вы свалились? Бродяжки. Вы разве не знаете, что у Султана величайшая коллекция игрушек в мире? Почему игрушек? Султан стар. А старики как дети. Он охраняет свои игрушки более тщательно, чем собственную дочь. Я, кажется, разболтался. Прочь с дороги. Прочь. Укротите ли блох. Аллах с вами. В чем я сомневаюсь. В чем я сомневаюсь. Что случилось? Пустите. Сначала ответь. Это принцесса. А почему все убегают? Тот, кто посмотрит на нее, умрет. Умрет? Почему? Никто не видел и не увидит ее, пока отец не выдаст ее замуж. Она так безобразна. Ее красота подобна Солнцу и Луне. Пустите же. Пошли. Куда? Туда. Из-за тебя мы погибнем. Погибнем, если не будем есть. Абу, вот они. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! На песне этого корабля я ничего в жизни не встречал. Он выйдет в море со следующим приливом. Я не могу. Я должен ее увидеть. Но, Ахмат, всю жизнь я мечтал, как поплыву по миру на огромном корабле. Я не поеду. Я должен ее увидеть. Должен. А если я помогу тебе ее увидеть, тогда поедешь? Да. О, мое трепещущее сердце, успокойся. В ожидании слов, что произносят все мужчины. И когда они коснутся слуха твоего, скажешь ты, так значит, это правда. Субтитры создавал DimaTorzok It might be true Хватит. Песни о любви так же тяготят, как полуденный жар. Пусть нам споет об этом ночной соловей. А сейчас на пруд. Джин. Джин. Не ходи туда. В пруду Джин. 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 Ты боишься? Да. Ужасно. Почему же ты не убегаешь? Я хочу посмотреть. Я никогда не видела Джинов. Тогда гляди хорошенько. Ну, что ты видишь? И помни, что Джин нам следует говорить правду. Ты не кажешься злым. Ты добрый Джин? Не слишком. Очень добрые Джины так же скучны, как очень добрые люди. Ты там живешь? Нет. Зачем ты пришел? Увидеть тебя. Я собиралась купаться. Ну что же, давай. Купаться. Когда ты там. Дай мне руку. Опусти ее в воду. О, Джин, ты пропал. Я не хотела, чтобы ты исчез так быстро. Неужели я тебя больше не увижу? Никогда? Не бойся. Я не Джин. Кто же ты? Твой ран. Откуда ты пришел? С того края времени, чтобы найти тебя. И долго ты меня искал? Сначала времен. А теперь, когда ты нашел меня, сколько ты здесь пробудешь? До конца времен. Потому что для меня нет ничего в этом мире прекраснее тебя. А для меня нет больше радости на свете, чем нравится тебе. Ты придешь сюда завтра. В этот же час. Здесь есть садовник. Он сторожит днем и ночью. Его имя – смерть. Ты не должен приходить. Тогда запрети мне. Я не могу. Я не могу. Завтра. И все последующие дни. Ты видел ее? Да. Отлично. Значит, сегодня мы отплываем. Нет, Абу, я не поеду. Но почему? Ты же увиделся с ней. Именно поэтому и не могу. Потому что увидел ее. Ладно. Тогда я поеду один. Но если ты пойдешь к ней завтра, как же ты минуешь стражу без моей помощи? Как-нибудь? Тебя схватят. Ты остаешься? Зачем тебе это надо? Ведь твое желание не менее сильно, чем мое. Стоит ли тебе со мной оставаться? Я глупец не меньше, чем ты. На следующий день узурпатор Джафар прибыл с визитом к султану Басре. Брат Львов. Фонтан гостеприимства. У меня самая большая в мире коллекция механических устройств. Это самое замечательное из них. Оно показывает время. Волшебство, верно? Я надеюсь, что это опасное устройство никогда не попадет в руки людей. Опасны? Да. Если люди научатся узнавать время, они перестанут звать вас царем времени. И они захотят знать, как расходуется время. Да, верно. Люди не должны этого знать. Взгляните. Какая искусная работа. Какая точность. Какая надежность. Я предпочитаю все эти вещи своим подданным. Глядите. Глядите. Это лучше всех. Взгляните. Стоит только завести или нажать пружинку, и они будут делать то, что я захочу. Чего не скажешь о моих подданных. Поэтому мне приходится рубить им головы. Ваша коллекция действительно великолепна. Ее можно назвать почти полной. Почти? Знаете же, что более полной коллекции свет не видывал. Боюсь, вы не так меня поняли. Я прекрасно понимаю, что невозможно сыскать чудо, которое добавило бы блеск этому зрелищу. Но такое чудо существует. Механическая игрушка? Лучше любой из моих? Зная ваш интерес к таким вещам, я взял ее с собой. Посмотрим, посмотрим. Быстрее. Терпеть не могу ждать. Ужасно интересно. Очень интересно. Извольте завести сами, Ваше Величество. А что он может делать? Двигать ногами? Выгибать шею? Помахивать хвостом? Он не легается. По правде говоря, я немножко побаиваюсь. Я ведь еще не научился с ним обращаться. Заводится. Извольте сесть, Ваше Величество. А что теперь? Натяните поводье. Ваше Величество. Ваше Величество. Ваше Величество. Изумительно. Я больше не человек. Я птица. Нет. Он должен быть моим. Во что бы то ни стало. Просите, что хотите. Конь ваш. Взамен я прошу лишь одно. Все что угодно. Ваша дочь. Мою дочь? Боже, боже. Однако. Как все непросто. Зачем вам моя дочь? Чтобы основать династию. Ну да. Я прекрасно понимаю. Основать династию это восхитительно. Я сам не раз пытался это сделать. И что же? У меня дочь. Плод матери несчастья. Кажется, судьба ополчилась на меня. Глаза ее, как у вавилонянки. Брови подобно луне в Рамадан. Тело, стройное, как тростинка. Откуда вам известно? Я видел ее? Нет. Видел. Где? В моем кристалле. Будь он проклят. Будь проклят и все кристаллы. Никогда не любил такие вещи. Вы волшебник? Кое в чем я преуспел. Ни слова больше. Так или иначе, конь должен быть моим. Мне ничего не остается, как отдать вам свою дочь. Я не выйду за него. Лучше умереть. Я поеду к сестре. Она замужем за султаном Самарканда. Она защитит меня. Пойди в сад. Там ты найдешь того, кого мы приняли за Джина. Расскажи ему про нашу беду. Передай, что я буду ждать его в Самарканде. Хорошо, госпожа? Субтитры создавал DimaTorzok Ваше Высочество, принцессы нигде нет. Она исчезла. Мы обыскали весь сад. Нашли только двух нищих. Приведи их. Джафар! 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 Наконец-то мы встретились. Лицом к лицу. Мечом к мечу. Дайте мне меч. Аллах рассудит нас. Великий султан, я говорю правду. Она в моих глазах. Ахмад! Мои глаза. Я ослеп. Ахмад! Великий султан, я знаю правду. Вы должны знать, кто этот человек, а кто этот. Послушайте, добрые люди. Собачье отродье, силой волшебного заклинания, стань тем, чем были твои предки, и лай на луну. Таково мое проклятие. Ты останешься собакой, а ты будешь блуждать во мраке, пока я не заключу ее в свои объятия. Теперь, о моей благодетели, вы знаете, почему слепой собака бродит по белу свету. Мало на что надеясь. Но совсем без надежды не было бы ничего. Аллах милостив. Аллах и вправду милостив. Та, которую ты ищешь здесь. Аллах не простит тебе насмешки. Твою принцессу схватили аработорговцы, а потом продали на нашем невольничьем рынке. Ее купил самый богатый купец в городе. Но едва она оказалась в его доме, как впала в странное забытье. Она живет, но как бы мертва. Ни один лекарь не в силах излечить ее. День и ночь она зовет Джинна. Джинна, это я. Ты один можешь вернуть ее к жизни? Так отведи меня к ней. О, Джинна, неужели я не увижу тебя вновь? Никогда. Подведите меня к ней. Зачем ты пришел? Я искал тебя. Долго ли ты меня искал? С начала времен? Теперь, когда ты меня нашел, долго ли ты со мной пробудешь? До конца времен. Сон. Мне снится. Один и тот же сон. Это не сон. Ахмад. Прекрати этот фарс. Не смотри на меня так. Страдания оставили свои следы. Для меня твоя красота все та же, что при первой встрече. Она неизменна. Твои глаза, они такие странные. В них боль. Невозможно пройти сквозь огонь и не обжечься. Ахмад, ты должен уйти. Господин вернулся. Я спрячу тебя. Когда в жару господин заснет, я приведу ее к тебе. Тихо. Теперь ты принадлежишь не только мне, но и принцессе. Останься и охраняй ее. Слепой? Он ослеп. В твоей власти вернуть ему зрение. В этом городе есть знаменитый лекарь, который может вылечить его. Отведи меня к нему. Лекарь здесь? На этом корабле? Да. Он ждет тебя. Убрать трап. Убрать трап. Убрать трапок. Убрать трап. Я не боюсь. Убрать трапок. Открой дверь Открой Поднесите его Ближе Ну как тебе собачья жизнь? Странно, из паршивого мальчишки вышел приличный пес Забрать его Добро пожаловать Джафар? Да, Джафар Снова Джафар С тех пор, как ты покинула дворец Я оберегаю тебя Кто указал тебе путь, когда ты бродила по пустыне? Кто купил тебя, когда тобой торговали на невольничьем рынке? Снова Джафар Это в моем доме о тебе заботились Чтобы ты снова и снова смотрела свой первый сон любви Это я Я Тебя разбудил Нет Это был Ахмат Мне сказали, что здесь есть лекарь, который может вернуть ему зрение Этот лекарь и я В тот миг, когда я обниму тебя Ахмат прозреет Обними меня Мои глаза Мои глаза Ахмат 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 Видишь? Я снова Абу 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 Абу, где она? Она с ним, с Джафаром, на корабле На что мне глаза, если ее нет со мной? И ничто не может тебя утешить? Ничто Абсолютно 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 КОНЕЦ Нет. Я волен заставить тебя подчиниться. Но мне нужно большее. Твоя любовь. Забудь Ахмада. Он больше не слепой. А для зрячего мужчины мир полон женщин. Лишь на мне лежит проклятие. Я вижу только тебя. Глупышка. Пытаешься покончить с жизнью, которая еще не началась. Говорю тебе, Ахмад все забыл. Смотри. Ахмад. Ветер. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ахмад 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 Если здесь и были цветы, то они исчезли, а пруд так зарос, что в нем ты не увидишь даже своего отражения. Я не ищу в нем свое отражение. Отец, я не поеду с Джафаром в Багдад. Но, дорогая, не отдавай меня ему. Не надо. Ну, полно, полно. Если не хочешь ехать с ним в Багдад, не поедешь. Нет, никогда, никогда, пока я жив. Ну, полно. Полно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Новая волшебная игрушка Серебряное дело Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она умеет делать что-нибудь еще? Она может вас обнять. Это может любая из моих жен То, что вы испытаете в ее объятиях Ни с чем не может сравниться Вы хотите сказать, что я мог бы избавиться от всех жен И завести коллекцию таких игрушек Щекотно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свободен через две тысячи лет Две тысячи лет назад царь Соломон, повелитель всех джиннов Заключил меня в эту бутылку Для меня это первый миг заново обретенной свободы А для тебя последний миг жизни Моей жизни, твоей жизни Через мгновение я подниму ногу и раздавлю тебя Насекомое Жука, червя Но шеи всех духов Я выловил тебя из моря Я выпустил тебя Ты не можешь быть таким неблагодарным Неблагодарным? Рабы не благодарят Даже за дарованную свободу Послушай Находясь в бутылке первые тысячи лет Я поклялся, что отдам тому, кто выпустит меня, все богатства земли Но за второе тысячелетие Возжаждал мести всему живому и свободному И я поклялся убить своего освободителя, чтобы дать выход своей ненависти Ты готов? Оф Постой, подожди Пожалуйста, прежде чем я умру, могу ли я задать один вопрос? Спрашивай Как ты, огромный как гора, смог попасть в эту бутылку? Она у меня в руке Признавайся, ты ведь не был в ней? Конечно, был Не был Был Не был Что? Ты смеешь сомневаться? Я вот-вот умру Мне все позволено Так вот Это невозможно Невозможно Я тебе не верю Поосторожней И никогда не поверю Никогда И ничто меня не заставит Ничто Ничто Пока я сам это не увижу Тогда, неверующий пес Перед смертью ты узнаешь, что для меня нет ничего невозможного Ты увидишь И поверишь Ну что, столб дыма, отпусти меня Выпусти. Думала, раз ты больше меня, тебе все можно. Выпусти меня, выпусти. Дутое ничтожество. Ты просишь тебя выпустить? А я собираюсь швырнуть тебя обратно в море. На этот раз, навсегда. Нет, смилуйся, повелитель. Что? О, великий и милостивый повелитель. Повтори. О, великий и милостивый повелитель. Выпусти меня, и я исполню три твоих желания. Три желания? Три твоих первых желания исполнятся. Клянешься? Клянусь. Царем Соломоном, повелителем всех джиннов. Эту клятву не нарушит ни один дух. И ты будешь вести себя прилично? Без угроз и криков? Да. Что да? Прилично, повелитель? И что бы ни шумел, ты меня напугал. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Так-то лучше. Все задиры, в конце концов, берутся за ум. Как я проголодался. На пустой желудок плохо думается. Съесть бы сейчас колбаски, которые, бывало, готовила мама. Твои колбаски. Твои колбаски. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Но помни, это еще не второе мое желание. Сейчас я помогаю тебе. Да, повелитель. Джин! Джин! Мне страшно. Я слышу. Все в порядке, повелитель? Как будто. А где мы сейчас? Над крышей мира. А разве у мира есть крыша? Ну, конечно. Ее поддерживают семь колонн. Эти семь колонн стоят на плечах у Джина, сила которого не поддается описанию. Джин стоит на орле, орел на быке, бык на рыбе. А рыба плавает в море вечности. Куда мы летим? На самую высокую вершину высочайшей горы мира, где земля встречается с небом. Там есть храм Зари. В большом зале храма находится богиня света. Во лбу у нее съедащее око. КОНЕЦ А теперь, хостунишка, ты можешь стать вором и героем в одном лице. КОНЕЦ КОНЕЦ ГОВОЛИВА КОНЕЦ 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 Моряком хочу я стать. КОНЕЦ КОНЕЦ Моряком хочу я стать. В океане плавать. Шить, лудить, ходить за плугом, было бы мне в тягость. Я хочу пиратом быть? Что в этом такого? Лучше нету ничего, а ремесла морского. КОНЕЦ 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 Джин, Джин, вынеси меня отсюда! Скорей! Скорей, Джин! Джин, на помощь! На помощь! Это всевидящее око Лишь через две тысячи лет у богини появится новый глаз На протяжении сотни поколений она не будет знать, что делают люди Я смогу узнать, что с Ахматом? Смотри Смотри внимательно Это Ахмат Абу Теперь второе желание Перенеси меня к нему Слушаю и повинуясь, маленький повелитель мира Держись крепче, хвостунишка Нам придется пересечь полмира КОНЕЦ Не бойся, Ахмат Ахмат, это я, Абу Абу Опусти меня на землю Опусти Осторожнее, Абултус неуклюжий Абу, Ахмат Смелуйся, Аллах Ведь это настоящий джин Да, и он мой Я его повелитель Разве не так? Слушаю и повинуюсь, повелитель Видишь, он принес меня сюда Он же унесет нас отсюда Почему он так смеется? Мне не нравится его смех Все в порядке Правда, говорить с ним трудновато Приходится кричать Унеси нас отсюда Это твое третье желание? Нет, нет Еще нет Он хоть большой, но умный С ним надо держать ухо востро Осталось одно желание У меня оно всего одно Мне это известно Твоя принцесса Увидеть бы ее снова И все? На это не потребуется желание Гляди Что это? Смотри внимательно И глядись как следует И ты ее увидишь Правда? Голубая роза Я слышал, а не это Это голубая роза забвения Если она вдохнет ее аромат Она забудет Все Голубые розы Изумительно Кто ты? Я не знаю Я забыла Отчего ты страдала? Разве я страдала? Не помню Кажется, я была влюблена Кого ты любила? Я не могу сказать Я уже не помню Я не могу смотреть на это Да это хуже, чем слепота Знание может быть ужаснее, чем неведение Если не можешь ничего поделать Ничего Зачем ты дал мне это? Возьми его И разбей на тысячу осколков Я украл его, чтобы помочь тебе Ты украл его, потому что любишь воровать Если бы я не крал Тебя бы уже не было Жаль, что я есть Лучше бы я тебя не встречал Попасть бы сейчас в Багдад Жаль, что ты не в Багдаде Ахмад! 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 Где ты? Там, где ты хотел его видеть В Багдаде Тогда унеси меня отсюда Ты слышишь? Я хочу отсюда выбраться Ты останешься здесь Ты умный человечек Маленький повелитель вселенной Но смертные слабы и непостоянны Когда говорит их желудок Они забывают о своем разуме Когда говорит их разум Они забывают о своем сердце А когда говорит их сердце Они забывают обо всем Разве я не твой повелитель? Уже нет Я исполнил три твоих желания И теперь свободен Свободен! Свободен! Джин! Вернись! Не оставляй меня здесь Не дай мне умереть Прощай, маленький повелитель вселенной Я свободен! Свободен! Прошлое забыто Ты любила меня Ты любишь меня Ты всегда будешь любить меня Прошлое забыто Я любила тебя Я люблю тебя Я всегда буду любить тебя Жафар! Ахмат. Ахмат! Ахмат! Бросьте их в темницу. Пусть их прикуют цепями друг против друга. Утром их разрубят на тысячу кусков. Я проиграл, любимая. Прости меня. Я ни о чем не жалею. Мы вместе. И будем вместе до самой смерти. И не испытаем больше горечи разлуки. Если смерть не конец, мы и дальше будем вместе. Мы с Абу поссорились. Жаль, что я не могу попросить у него прощения. Абу, друг мой. Прощай. И прости меня. Нет. Я не хочу прощаться. Я должен помочь. Но как? Как? Если помочь я не могу, почему мне это видеть? Нет. Я не могу. КОНЕЦ Добро пожаловать, наш принц. Добро пожаловать, принц. КОНЕЦ О, повелитель, тут какая-то ошибка. Я не принц. Я всего лишь вор. Мы ждали тебя дважды по две тысячи лет. Вы ждали не меня, потому что я не знал, что попаду сюда, и не знаю, как я сюда попал. Кто ты, отец чудес? И где я? Это страна-легенд, где все возможно, если смотреть молодыми глазами. Мы то, что осталось от золотого века. Золотого, потому что золото стоило не больше, чем песок под ногами, и камень, которым мы стаяли. Как же вы окаменели? Нас охватил ужас, когда мы узрели зло, творимое людьми. Едва только они перестали быть детьми и верить в прелесть невозможного. Но как только детское сердце возвращается к нам и входит в нас, мы оживаем. Ты тот ребенок, что станет моим преемником. Пойдем со мной. И я дам тебе то, что необходимо, истинному царю. Бери. Целься лишь в несправедливость, и ты не промахнешься. Нет, отец доброты, я не хочу этого. Я не хочу быть королем. Я хочу лишь спасти моего друга. Это тебе поможет. Бери. А теперь, позволь выразить тебе свое почтение. Ибо ты царь, и все в нашем царстве твое. За исключением этого ковра, который я держу для себя. Ковер этот, если ему прикажешь, летает. На этом ковре-самолете в назначенный час я отправлюсь в рай. Хвала Аллаху, мудрому и милосердному. Сказывают, что жил в былое времена могущественный царь, повелитель армий, невольников и наемников, которому были подвластны время и люди. И жизнь земная казалась его подданным рабам сущим адом. И роптали они в тайне, и казнили их на рыночной площади. Но один из мудрецов Багдада предрек им в утешении. Настанет час, и к вам явится освободитель. Вы будете выискивать его среди облаков, а он окажется еще беднее, чем вы. О, Аллах! Я знаю, ты не очень любишь воровство. Я никогда больше не буду воровать. Поверь мне. Еще разок. Я возьму только этот коврик, чтобы вовремя попасть в Багдад. Когда пробьет час старого царя, чтобы долететь до рая, ему не понадобится ковер. Ты, Аллах, возьмешь его, такого славного и доброго, за руку и поведешь к вечному блаженству. Разве я не прав? А мне нужно в Багдад, чтобы спасти своего друга. Дорога каждая минута. О, Аллах, справедливейший владык, позволь мне украсть. Лети, ковер! Постой! Лети, ковер! О, Аллах, справедливейший владык, Почему ты закрываешь глаза? Тебе недолго остается на него смотреть. И люди закричали, где же еще нам его высматривать, если великий и бессильный нам помочь, справится ли с этим маленький человек? И ответил толкователь Млечного Пути, веруйте, веруйте в Аллаха, ибо однажды в небесах вы узрите отрока, нищего из нищих, верхом на облаке, столь же прочном, как заснеженные горы, и оттуда, с небес, он поразит тирана стрелой справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коня! Сажайте ее быстрее! Ахмат! Джафар! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народ мой, я всем обязан Абу. Когда он вырастет, он станет моим великим визирем. Он будет учиться в лучшей школе Багдада. Все мудрецы Востока будут учить его всему, что знают о мире. И полный знаний и достоинства он станет мудрейшим из людей и явится блистательным примером для молодежи Багдада. И, возможно, они вспомнят, как маленький воришка стал благородным. Эй, Абу, куда ты? Ты получил, что хотел. Теперь я буду искать то, что нужно мне. Что именно? Немного веселья и приключений. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ